Впереди день полный испытаний. Конкурс профмастерства начинается с построения. Все участники, а их 20 человек, тянут жеребий. Именно в таком порядке ими предстоит выйти на дистанцию. Сегодня в числе конкурсантов прошлогодний победитель Евгений Ворона. В том году, в принципе, существенное преимущество. Мне помогла стрельба. Отстрелялся очень хорошо. Хотя, как бы, основной показатель у меня средний, а тут, получается, отстрелялся отлично. Именно на стрельбище можно набрать больше всего очков. Демонстрация огневой подготовки ведется из любой позиции, стоя с колена из укрытия. Отстреляться нужно на время. Сначала дается 10 секунд, потом полторы минуты. Все зависит от расстояния до мишени. Это может быть 7 метров, 15 или 25. После тира – физическая подготовка. Большинство упражнений в ОМОНе практикуют ежедневно, в повседневной работе. Разница лишь в том, что здесь есть временные нормативы. Жим штанги, отжимания, выпрыгивания. И завершается все 5-километровым ажброском. В качестве экипировки – жилет, пистолет и автомат. После подсчета всех баллов определяются победитель и призеры. За лучшего сотрудника дается вот такой переходящий кубок, лучший сотрудник. И если сотрудник три года подряд занимает первое место, он остается данный кубок у него. Трижды стать лучшим удавалось лишь одному сотруднику – Максиму Кашкареву. А результаты этого года объявят 8 ноября в день образования ангарского ОМОН. Елена Милют, Владимир Селиванов, Местное время.